Дорогая Церковь, дорогие братья и сёстры! Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа! Если б не Его благодать, если б не любовь Бога Отца, если б не общение Святого Духа, было бы сегодняшнее служение просто бессмысленно. Но мы находимся на большом сильном основании. Это учение Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему за это! И как мы сегодня слышали из уст брата Анатолия, служителя, Господь посетил Церковь вашу многими теми, которые ушли уже с этой земли. И вы знаете, это не что-то новое. Это было раньше, это сейчас, и это будет до того времени, когда действительно уже этой смерти не будет. Когда эта смерть будет уничтожена нашим Богом. Бог искупил наш дух, но само тело наше временное. Из праха ты взял, и в прах ты возвратишься. Но что на сегодня очень важно для тебя и для меня, как верующего человека? То, что я в свое время принял, то, что я в свое время пережил, вот эту благодать Господа Иисуса Христа. Тот смысл жизни, который Бог вложил тебе и мне. Как я должен поступать? Как я должен действовать? В свое время апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, вникай в себя и в учение. И занимайся этим один день, два дня или время от времени. Нет, постоянно. Так поступая, ты себя спасешь и слушающих тебя. Тема моей проповеди будет «И так бодрствуйте». Это Матфея, 25 глава, 13 стих. «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Мы можем что-то назначать в нашей жизни. Мы можем именно назначать день и время нашей встречи с нашими близкими, с нашими родными. В данный момент, когда мне надо было с женой приехать сюда, дети мои были извещены. Когда мы приедем, в какое время? И как только колеса самолета коснулись взлетной полосы, они получили текст смеси, что мы здесь уже. Встречайте. Ваши уже здесь. Но вот о том времени, о том часе, в который придет Сын Человеческий, Писание говорит, никто не знает ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Наши друзья ушли с этой земли. И хочется верить по всем свидетельствам, которые слышали мы здесь, что эти люди бодрствовали. Что эти люди бодрствовали. И мне хочется напомнить притчу о десяти девах. Это записано двадцать пятой главой. Двадцать пятая глава будет с первого стиха и ниже. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Вот такой момент пришел. Ночь пришла, нужно было уснуть, отдохнуть. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла. Потому что светильники наши гаснут. Они вдруг обнаружили. Они вдруг обнаружили, что ихние светильники гаснут. И стали просить вот этих вот мудрых, дайте нам вашего масла. А что мудрые отвечают? А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас. Они же мудрые. Они же мудрые. И поэтому у них был мудрый ответ. Чтоб не было вот этого недостатка, чтобы мы тоже не оказались в такой ситуации, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли не покупать? Пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, Истинно, говорю вам, Не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И опять Христос убедительно просит бодрствовать. Убедительно просит бодрствовать. И 1 Коринфянам апостол Павел говорит 15 главой, 58 стихом, Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Труд ваш не тщетен. Это может другой притчей изобразить. Тот момент, когда Господин призвал этих слуг. И одному дал 5 талантов, другому дал 2 таланта, а третьему дал 1 талант. По его силе, по его способностям и возможностям. А сам удалился в дальнюю страну. Но по долгому времени он возвратился и стал требовать отчета. Отчета. Насколько они бодрствовали. Насколько действительно они смогли реализовать тот капитал, то имущество, которое доверил им Господин. И вот тот, который получил 5, он говорит, вот эти вот 5, которые ты мне дал, я на эти 5 еще приобрел 5. Добрый, верный раб, в малом был верен, на многим тебя поставлю. То же самое получает и второй, который 2 таланта получил. И вот приходит третий, который получил 1 талант. И дает отчет господину своему. Я знал, что ты человек жестокий. Что ты женешь там, где не сеял. Собираешь там, где не рассыпал. Я твое закопал. И вот теперь даю тебе его. На, возьми его. Злой, лукавый, ленивый раб. Не надлежало ли то, что я тебе дал реализовать? Отдать, отдать торгующим, чтобы я мое получил с прибылью. Злой, лукавый, ленивый раб. Будешь вернут в эту тьму внешнюю. Бодрствуйте, бодрствуйте. И сегодня вот именно Господь призывает нас к тому, через эту притчу. Именно Он обращался к людям того времени. Им было понятно. На востоке эти девы, вот эти девы, которые ожидали приход жениха, они его ожидали. Может быть, на сегодняшнее время Господь бы заговорил через технологию сегодняшнего мира, чтобы было доступно нашим детям, тем более нашим внукам, чтобы им было понятно. Вот именно тогда Он говорил им, вот на том понятном языке. И вот тот язык, вы понимаете, он настолько был понятный. Он достиг и нашего времени. И на сегодня все мы с вами можем понимать. Понимать этот язык. И в чем именно выражалась мудрость пяти мудрых дев? Они вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Масло в притче представляет истинную веру, праведность и постоянное, пребывающее присутствие Святого Духа. Это праведность. Это истинная вера. Это постоянно пребывающее присутствие Святого Духа. Именно апостол Павел говорит, итак, братья мои возлюбленные, будьте твердые, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. И дальше 1 Коринфянам 16, глава 13 стих, Он говорит, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Мы можем наблюдать, когда происходит процесс водного крещения, когда это идет погружение в этих водах, преобраз того, что человек умирает для этого мира, восстает для новой святой жизни в Боге. Так много цветов дарят. Особенно здесь, если я наблюдал эту картину, они уже не помещаются в руках этого человека, которого поздравляют, уже ложат где-то в стороне. И как бы хотелось, чтобы действительно у этой личности, у этого брата, у этой сестры, действительно была жизнь преданности, верности Господу Иисусу Христу. И апостол Петр говорит, 5 главой 8 стихом, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ища кого поглотить. Постоянно идет за нами слежка. Постоянное идет преследование, чтобы разрушить твою веру. Я сегодня, именно на сегодня встречался с людьми, с которыми уже просто, ну просто разочарованные, просто разочарованные. Они хотят что-то видеть такое, очень высокое, очень возвышенное. И хочется им просто сказать, ну опустись вот на этот уровень, вот этих, может быть, малых. Ну проявляй верность Господу. Верность в том, что твои ноги переступают порог молитвенного дома. Что ты действительно верен в той церкви, где ты находишься. Что ты исполняешь то, что дело веренное тебе. Вот это может быть маленькое, но верно исполняющее и реализующееся в твоей жизни. Если ты будешь верным в малом, над большим ты будешь поставлен. Как можно допустить тебя к более чему-то ответственному, если ты не проявил себя в малом верным? Поэтому именно Слово Божие говорит, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. А это время придет. Да, мы ожидаем вот этого глобального момента, когда вдруг при гласе Архангела и трубе Божией будет явлена слава Бога, когда мертвые воскреснут, когда именно живые мы изменимся в омновение ока. Но на сегодня приходит время, когда вдруг, в один момент Он вдруг говорит, хорошо, если это действительно для Него остается сын и дочь, пора домой, пора домой. И с радостью, с улыбкой на лице ты идешь туда домой. Но если оказался в числе пяти вот этих неразумных дев, именно здесь Христос касается, Слово Божие касается верующих людей, ждали все десять. Мир, который сегодня не примирен с Богом, он не ждет Бога. Есть буквально атеисты, которые не верят в Бога. А вот здесь вот они ждали. Ждали, но в итоге оказалось ровно пополам. Пять мудрых и пять неразумных. И сила заключалась в мудрости именно в тех мудрых, именно, что они представляли истинную веру, праведность и постоянное пребывающее присутствие Святого Духа. И Христос говорит в Откровении 16 главой, 15 стихом Слово Божие говорит, вот иду, как вор, блажен, опять кто, бодрствующий и хранящий одежду. Хранящий одежду. Это та наша праведность, которую мы должны являть в своей жизни. И что именно здесь вот, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. Вот иду, как вор. Вор приходит в дом, когда его не ждут. Когда его не ждут. Я в свое время еще в Советском Союзе, еще в том бывшем, в одно заведение зашел, вышел, сел в машину и смотрю, уже магнитофона нету в машине. Вор был. Только увидел форточка, знаете, «Жигули» там вот, раз тебе там отклеили этот, который там, зажим этот, замочек. Вор. Посетил вор мою машину. Неприятно. И вот Христос говорит, что вот иду, как вор. Никто не ожидает, когда он может прийти в дом, этот вор. Но чтобы этот вор не подкопал твоего дома, сегодня Слово Божие призывает к тому, чтобы мы трезвились, бодрствовали, что именно противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. И Слово Божие говорит в притче 20 глава, 27 стих, «Светильник Господен – это дух человека, испытывающий все глубины, сердца. Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Все равно в твой дух, в твоем именно, может быть, подсознании ты будешь иметь это переживание, насколько ты бодрствуешь, насколько ты захвачен Богом, насколько ты любишь Бога. Как-то буквально совсем недавно Бог мне дал такое переживание. Именно то, что Бог хочет личного общения с Тобою. С Тобою. Я постоянно молился с женой о моих детях, о моих внуках мы молимся. Господи, мы делаем все, что можем. Мы делали все, что могли. говорили о Тебе. Но чтобы они Тебя познали и чтобы они были именно научены Тобою, это только если Ты научишь их. Если только Ты действительно вложишь в их сердца вот это вот состояние бодрствующего, что мы не играемся в церковь, что мы не просто, мы не занимаемся просто религией, но мы понимаем насколько мы ответственны за все наши поступки, за все наши действия. Мы дадим отчет, обязательно дадим отчет этому господину, который по долгому своему отсутствию он возвратится и будет требовать вот этого отчета. Сегодня праздник мам. Очень приятный праздник в этой стране отмечается. Действительно, мать это украшение семьи. На матери возложена большая ответственность. Написано, что глупая своими собственными руками разрушит дом, а мудрая будет созидать, мудрая будет устроять, мудрая будет стараться состояться мужу в этой жизни, подымая его авторитет. Это мудрость матери, это мудрость жены. И хочется, чтобы действительно наши матеря, они были таковыми. И если мы будем читать притчи 31 глава 18 стих, там касается матери, вот именно вот этого светильника, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Просто хотелось именно сегодня затронуть немножко и наших мам. Вот именно вот она чувствует, вот эта мама, она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Там описывается, какая у нее забота о доме ее, о семье ее. Это светильник, это не просто вот, ну, представление, вот лампочка горит, лампа там керосиновая, может, раньше там на ойл, там, вот этот вот фитилек этот горел. Она сама по себе была светильником. Она не гасла даже и ночью. Она заботилась, она заботилась о своей семье, она заботилась о своих домашних. Да благословит вас Господь, дорогие мамы, быть вот этими бодрствующими, способными наставлять своих детей, своих внуков, наставлять именно тем словом, которое в свое время сказал Иисус Христос. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий, как и здесь мы читали, что они предлагали мудрые, девы вот этим немудрым, идите к продающим. В другом месте Писание говорит, идите, покупайте, без серебра, без платы, идите, покупайте. А у кого покупать? Уже все, уже жатва созрела. Вот эта благодать, которую я люблю всегда напоминать сам себе и народу Божьему, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами, со всеми нами. Если этого не будет, если это не будет присутствовать, вы знаете, вот наши проповеди, наше пение, если не будет участвовать в этом благодать, мы не будем успешными, мы не будем успешными. один человек трудился на большой миссии с цыганами и у него был успех, большой успех. И когда задали ему вопрос, как ты это мог, до тебя столько пытались, и ихнюю, как говорится, психологию, ну цыганскую, там это все, как с ними работать, чтобы приобрести их для Царства Божьего, было безрезультатно. А его был ответ не я, благодать. Благодать Господа Иисуса Христа. И поэтому, что бы мы ни делали, проповедовали бы, пели, молились, благодать. Только благодать. И в заключении этой проповеди я хочу сказать, сегодня время пробудиться всем нам, детям Божьим, от религиозных игр, служения плоти и фарисейского мышления. Время отказаться от комфортного и номинального христианства и идти до конца в том призвании и предназначении, которое сам Бог вложил в наши сердца спасаться самим и спасать других от этого рода. разбращённого. Благослови всех вас, Господь, бодрствовать во всякое время. Аминь. О〜. О! О! Продолжение следует...